Я с большим удовольствием приглашаю к разговору полковника запаса вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Роман Светан с нами на связи. Роман, здравствуйте. Приветствую. Вот ровно на том, Роман, когда мы с вами приветствуемся, оптимизм и уходит, потому что сегодня произошел очередной теракт и большая трагедия, которая произошла в городе Суммы. Окупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре и убивать мирное население Украины. В Суммах было 4 прилета шахедов. 4. В Киеве ранены 16 человек. Один погиб, сообщает военно-гражданская администрация. Повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Можем увидеть кадры разрушений. Я в Киеве очень часто вижу дом, куда тоже был прилет одного из первых шахедов, когда только они появились и только начали атаковать столицу. Это, конечно, страшная картина. Суммы, все-таки, Роман, достаточно давно выпали из сводки нашего генштаба, по крайней мере, в буквальном смысле. То есть мы понимаем, что обстреливаются постоянно прифронтовые наши территории, которые соприкасаются границами, и Суммы в том числе. Но, тем не менее, таких прилетов не было. Что сейчас меняется, и с чем связаны рекомендации наших гражданско-военных администраций по возможности людям, которые как раз проживают в приграничных районах, подумать об эвакуации? Россияне сейчас будут создавать очаги напряженности, в том числе и шахедами, но в основном артиллерии вдоль северной границы. Район Сумской области, Сумской, Восточной, Харьковской области. И вот на Луганском фронте, это что из той же серии. Для того, чтобы отвлечь наши резервы, стратегические резервы, от прорывов на Запорожском фронте, уже подходят к завершению формирующие операции, зондирующие, которые истончают российскую линию обороны. Потому россияне сами понимают это, естественно, для того, чтобы оттянуть часть резервов, в основном артиллерийские подразделения и системы зенитно-ракетных комплексов от линии фронта. Они будут создавать вот такие очаги, будут бить по прифронтовым городам, которые вдалеке от линии фронта, и до которых, допустим, с какой-то точки зрения легко добраться. Армейской артиллерии добраться до приграничных сел, а это где-то в глубину в 30 километров. Ну а шахедам будут пытаться шахедами добраться до таких знаковых городов, типа тех же Сум, Ахтырки, может быть, там, где есть много людей, для того, чтобы мы туда перебросили часть ЗРК с линии фронта. Вот задача с военной точки зрения. Но она еще плюс такая политическая с точки зрения уже давления на наше руководство по заморозке конфликта. Ну и основная задача, которую они выполняют уже, наверное, последние лет 300, это геноцид украинского народа. Это чисто теракты как раз под эту задачу. Да, но еще стоит напомнить нашим зрителям, что Сумская область, как и Киевская, и Черниговская, это те области, которые в том числе пострадали от российской оккупации, и Ахтырка, о которой вы вспоминаете. То есть, конечно, предположить, что украинцы снова и снова должны погружаться впрямую в эту войну, это, конечно, ужасно. Ну и контрнаступление Украины продолжается. Я думаю, что как раз это тоже одна из таких основных причин, почему возникает этот террор. По информации, по сведениям Института изучения войны, украинские воины 2 июля проводили контрнаступальные операции на шести участках фронта. Американские аналитики отметили, что у защитников украинского государства есть успехи. Тем временем спикер Генштаба Вооруженных сил Украины рассказал, что украинские военные продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Об этом ранее сообщили. На Востоке российская армия наступает на Авдеевском, Маринском, Лиманском направлениях. Также российская армия атакует на Сватовском направлении. На Бахмутском направлении имеется частичный успех. Ну и с тяжелыми боями вооруженные силы Украины продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Вообще, Роман, на этой неделе появилась такая информация, которая меня аж удивила. Вооруженные силы Российской Федерации и страны агрессора пошли в наступление. Думаю, ничего себе, какие смелые. Откуда у них силы. Речь идет, конечно же, о том, что они пытаются в том числе противодействовать нашему наступлению на Бахмутском направлении. Ну и все остальные нам плюс-минус известны. Это и Авдеевка, и Маренко, которые они атакуют. Это ровно с первого дня полномасштабного вторжения. Что вы скажете по поводу их попыток остановить украинское наступление? То есть, наверное, сейчас только появляется смысл использования самого термина контрнаступления. Это же как зеркальная реакция. К чему это все может привести? Ну, все идет пока по плану нашего главкома. Мы выполняем задачи утончения фронта, истощения российской армии, уменьшения плотности войск на основных направлениях. Основные направления – Азовское побережье. Это Мелитопольское, Орехово, Токмак, Мелитополь. Это Бердянское направление из-под Углидара на Черниговку на Бердянск. И Мариупольское – это, вернее, из Гуляйполя на Черниговку на Бердянск. И Мариупольское – это Углидар, Волноваха, Мариуполь. Хотя сейчас открывается новое направление – это между Углидаром и Гуляйполем. Вот как раз Времьевский выступ, неплохо там динамика освобождения территории, уничтожения российских войск довольно-таки положительная. Потому если так пойдет дальше, то в принципе в районе Старомлыновки, а это как раз между этими двумя городами, можно двигаться и сразу на Бердянск, и на Мариуполь. В зависимости от замысла, который будет исполнен главкома. Вот эта положительная динамика дает такую уверенность в том, что такие действия будут точно проведены. Достаточное количество сил, средств накоплено, подготовлено. Больше двух третей неиспользованных резервов, которые как раз готовятся для выполнения этих задач. Ну а Бахмутское, ну Донецкое, вы правильно сказали, это уже десятый год, они бьют солгом об Марьинку и Авдеевку. А Бахмутское направление, мы их там связываем. Они пытаются как-то этому противодействовать. Попал в информационный мешок, который им оставил Пригожин. Вот плел целый год этот мешок, в конце концов завязал его и убежал. И россияне приходят, и россиянам приходится в информационном котле вариться. Ну мы их там, естественно, удерживаем. Открывается новое направление там, где вот можно говорить о атаках и контратаках. Это направление Луганское. То есть они долго там также топтались в районе Кременной, но последнее время усилили давление. Туда были переброшены определенное количество российских армейских частей, которые сейчас увеличили количество атак. В основном направление в сторону Лимана. От Кременной в сторону Лимана, Торский выступ так называемый. Нам приходится там увеличивать свое количество войск. Пока используем оперативные резервы, справляются на местах. Но там идет действительно такие наступательные, жесткие наступательные действия. А вот здесь можно говорить, что мы контратакуем. Вот на контратаках в районе той же Кременной, того же Сватовского региона, там может начаться контрнаступление в том числе. Наступление будет в районе Запорожья, Запорожского фронта. Наступление будет форсированием Днепра в районе Херсонского направления. Ну а здесь в районе Луганского может быть действительно контрнаступательная операция. Мощное контрнаступление уже на уничтоженных, на плечах уничтоженных российских частей, отступающих, можно двигаться в сторону Луганска. Единственное направление, которое зависнет пока до второго этапа, до подхода самолетов, это будет Донецкое направление. Это район Донецка, район того же Бахмута, район может быть Лисичанска, потому что пока нет смысла двигаться без самолетов, двигаться на эту агломерацию, на эти возвышенности Донецкого кряжа. А вот наступление на Запорожском, Херсонском и контрнаступление на Луганском, я думаю, в ближайшее время мы его увидим. Я тут, знаете, Роман добавила бы два факта. Первый, я думаю, касается информационной пропаганды. Мы же всегда тоже ориентируемся, что говорят там на московских болотах Запореврикам. И там, значит, от истории с тем, что Бахмут – это событие исторического масштаба, это, в общем, все эти заявления, которые звучали после того, как Евгений Пригожин, некогда герой Российской Федерации, сейчас, конечно, это изгой, заявил о том, что Бахмут пал или они Бахмут взяли. Так мы понимаем, что ситуация меняется кардинально и вокруг Бахмута, и самого Пригожина. Сейчас Первый канал утверждает, что Бахмут – это не самый важный для фронта город. То есть они переобуваются буквально в воздухе. Но, тем не менее, аналитики Института изучения войны утверждают, что Российская армия может начать отвод своих войск с юга Украины, чтобы удержать Бахмут. Хотя, с другой точки зрения, сегодня я уже встречала информацию о том, как из-за того, что отходит вода с юга нашей страны, после того, как Российская армия подорвала Каховскую ГЭС, то теперь российские оккупанты возвращаются на свои позиции и пытаются отстраивать новую линию обороны. По поводу того, что они могут не удержать Бахмут или стать слабее на юге. Вот тут внесите, пожалуйста, нам ясность. Ну, дело в том, что, как бы это ни странно звучало, поддержу россиян в этом смысле. Действительно, Бахмут и Солидар без скеттицизма, реально. Я это уже неоднократно говорил. И Бахмут и Солидар для россиян – это как чемодан без ручки. Нестить тяжело и бросить жалко. Вот то, что бросить жалко – это проблема Пригожина. Он создал этот информационный капкан. С военной точки зрения, россияне должны удерживать линию фронта оборонительную в районе Попасной. Там это гряда, которая идет от Горловки на Попасную, на Лисичанск. Та гряда, с которой в прошлом году россиян сдернул Пригожин и подтащил их на Бахмут. Взял, оторвал ручку, засунул им подмышки. Этот Бахмут с одной стороны подмышки у них Бахмут, а с другой подмышки – Солидар. И вот российская армия стоит, как Тритополя на Плющихе, и вот не знает, что с этими двумя чемоданами делать с одним и с другим. Дело в том, что двигаться дальше на Славянск они не могут. А если бы не было информационного капкана, они бы уже давным-давно выровняли фронт, вернулись бы обратно на Попасную, и не было бы никаких проблем. А здесь проблема. Информационно они накачали о том, что Бахмут нужен. То есть нельзя же сразу развернуться на 180 градусов. Целый год рассказывать, что Бахмут – это великая победа, а потом сказать, да нет, Бахмут – это вообще ничего и звать никак. И давайте вернемся обратно на Попасную. Вот этот вот как раз такой капкан им организовал Пригожин. Но реально с военной точки зрения им ни Бахмут, ни Солидар, ни просто не нужен. Он им опасен. Чем дольше они будут там находиться, тем больше наши войска их будут уничтожать, так как у нас лучшие позиции оборонительные в данном моменте и наступательные в том числе. Потому в ближайшее время, я думаю, россияне для себя сначала определят, что делать с этими чемоданами без ручки, с одним и с другим. Помимо Бахмута есть еще Солидар. Вы же помните, как два города возвеличили великие военные победы – Солидар и Бахмут. Но это же возвеличил Пригожин. А теперь им надо определиться, бросать их или нет, отходить или нет. И вот пока они будут определяться, у них будут такие знакопеременные действия. Если они решат для себя, что они еще могут их понести, значит, из-под Запорожского и Херсонского направлений туда будут перебрасываться воинские части, как это сделано сейчас. Два полка туда переброшены. Если они все-таки решат, что тяжело, тяжело, ноша, и надо все-таки выполнить рекомендации военных, они отойдут на гряду в районе Попасной. И вот это такое раздвоение сознания мы будем наблюдать в ближайшее время. Ну а под действием будет понятно, какая из башен российского воспаленного мозга приняла решение. Правильно или неправильно. Так, ну давайте им не подскаживать, потому что все-таки, насколько мы помним, в Генштабе действительно рассчитывают на то, что вот эта точилка под названием Бахмут будет и дальше, как вы говорите, Роман, стачивать потенциал российской армии. Дай бог, чтобы они там держались, сколько могли. Ну и Минобороны Украины в Твиттере предупредила всех о том, что в Крыму этим летом будет штормовая погода. О чем идет речь, давайте увидим, что же было опубликовано. Так, ну с одной стороны, Роман, у меня такие, знаете, как чувство большой симпатии, потому что я понимаю, что креативщики поработали, ролик сделали прекрасный, месседж отправлен. Но в то же время хочется, чтобы мы тоже в Украине не топтались по тем граблям, которые уже понадавали нам по лбу. Значит, история в том, что мы говорили о наступлении вооруженных сил Украины, об освобождении наших территорий, ну последние полгода минимум, да, и мы с вами в наших разных эфирах. Ну и к чему мы пришли? Не то, чтобы мы в этом виноваты, но пока мы готовились, они готовились тоже. И мы сейчас видим, это как раз Бердянский, Мелитопольское направление, то есть они вгрызаются в наши земли, они абсолютно все минируют и так далее. Не делаем ли мы себе снова некую медвежью услугу тем, что, конечно, мы пойдем освобождать Крым? Я, правда, так сказала, как будто бы лично буду в этом принимать участие, но тем не менее, это не так легко, как на словах, но, конечно, мы будем возвращать все свои территории. Но мы снова играем в информационную войну, и мы ведь знаем, что там они тоже готовят линии обороны, мы знаем, что и там они свои частные военные компании какие-то создавали. Так вот, не делаем ли мы себе только хуже, не усугубляем ли ситуацию тем, что мы тут еще как бы не прошли, да, мы не вышли к Чингару, а уже говорим, что вот наш лежак в Крыму. Ну, лежак в Крыму никому не помешает, даже если о нем говорить, потому ничего страшного. Просто, как всегда, начало, вот шторм-шеду и штормовая погода. Так вот, лучше бы шторм-шеду, а не штормовая погода в Крым пришла. Шторм-шеду у нас уже несколько месяцев есть, и ни одна шторм-шеду еще в Крым не зашла. А вот здесь уже есть вопросы. И рассказать россиянам, что у вас там впереди штормовая погода, а россияне знают, что у нас есть шторм-шеду, и мы ими не работаем, ну, они едут отдыхать в километровой очереди на въезд в Крым. Вот и все. Потому лучше бы это не штормовая погода была, а шторм-шеду. А вот пока она туда не пойдет, а первая, как только первая шторм-шеду заходит на Севастопольскую базу или по Крымскому полуострову, как бабка пошептала их, оттуда сметет. Потому вот тем, кто видосики эти снимает, вот обратку верните, потому что вам, наверное, ставят задачу что-то со штормом придумать, а не придумали эту штормовую погоду. Пусть обратно возвращают обратный посыл. Просят не штормовую погоду, а просят шторм-шеду. Пока шторм-шеду не придет, не поверят. Россия не о том, что будет штормовая погода. Вот это будет оптимальный вариант. Ну и давайте так, разберемся, такие же ли скептики на данный момент наши с вами соотечественники, потому что мои коллеги-журналисты расспросили на улицах Киева, что думают украинцы о том, как мы будем, когда, зачем, почему и так далее освобождать наши территории. В общем, одним словом, что они думают насчет захода и освобождения наших территорий полуострова Крым. Давайте услышим. На Керченском мосту в сторону Крыма образовалась многокилометровая пробка из желающих отдохнуть там россиян. В то же время Минобороны Украины предупредило, это лето на полуострове будет неспокойным. Кто первым доберется до шезлонгов в оккупированном Крыму? Российские туристы или украинские военные? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы наши уже отдыхали люди в Крыму. Потому что я привык отдыхать по жизни в Ялте и турист. Так что там нормально, мне очень нравится в Ялте. Очень хорошая природа, воздух. Ну и соответствующий отель тоже хороший, этот Ялте и турист. Так что надеюсь, что наши в этом году уже отдохнут. Может, в конце сезона. Желательно было бы, чтобы украинские военные, но им очень тяжело. Мы на их стороне. Если со стороны граждан нужна какая-то поддержка, они говорят, мы предоставляем. Будем помогать еще больше, но это тяжело. Я считаю, что украинские военные Крым – это Украина всегда был и останется нашим. Было бы очень хорошо. Уже хочется, чтобы Крым был действительно наш и чтобы мы поехали отдыхать туда. Украинские силы, конечно же. Нужно было занять новую Каховку еще шесть месяцев назад, либо остановить россиян в Херсоне и не позволить им перейти мост. Пойти вслед за ними и добраться до Крыма. Украина сильна и не может проиграть. Украинские военные, конечно. Очень жду, очень люблю Крым. Да, конечно, самый симпатичный роман, наверное, из всех этих – это человек, который сказал, что надо было шесть месяцев. А и правда, что же не шли, время-то теряем и так далее. Но тут, знаете, как сразу вспоминается роман, у нас ведь все посчитано. Каждая ракета, каждый леопард, каждый БМП. Буквально на прошлой неделе было прекрасное большое интервью Валерия Залужного из главнокомандующего вооруженными силами Украины, генерала армии. И по тональности, потому что он сказал, было абсолютно очевидно. Он говорит, подождите, вы нас как бы отправляете, вы так болеете за нашу команду, но при этом все наши средства и возможности ограничены. То же самое, что мы с вами говорили, что без авиации очень сложно. И здесь точно так же Залужный говорит. Но, слушайте, если бы мы пошли с луками и стрелами, вы бы удивились. А вот без самолетов вы почему-то не удивляетесь. Освобождение Крыма с той техникой и теми ресурсами, которые есть у нас сейчас. Насколько это возможно? Это возможно, даже без самолетов и ракет, с помощью захода, фронтального захода. Но только на северный крыль, на центральный и северный крыль. Там, где ровная поверхность и двигаться без самолетов еще как-то можно, так как мы сейчас это выполняем. То есть заходить возможно. Двигаться в Горный Крым. В Горный Крым сложновато. Без них сложновато, а лучше вообще не двигаться без самолетов и без дальних ракет. Дальние ракеты нужны. Сейчас Атакамсы, они сейчас уже должны, Шторм Шедоу должны работать по военным объектам Крыму. И Атакамсы, начиная с Крымского моста, Таганрогского моста, Таганрог – это Милский залив. Таганрогский мост – это Милский залив под Таганрогом. И уничтожать эти мосты, начинать, а дальше по Крыму работать с помощью ракет. Ракет нам пока дали Шторм Шедоу, но я так понимаю, добра не дали работать по Крыму. Хотя этот вопрос к военно-политическому руководству Украины, почему мы не работаем. Ну а я знаю вас, вы зададите этот вопрос говорящим головам, которые могут на этот вопрос ответить. Почему Сторм Шедоу до сих пор не работает по Крыму. Атакамсы, если получим сразу же, они должны заходить в Крым по крымским военным объектам. Зайти, возможно, скорость будет примерно та же самая. Вернее, нельзя останавливаться перед входом в Крым. Кто, что не говорил, кто, что не рассказывал какие-то сказки. Любая задержка при входе в Крым, в конце концов, дадим им возможность зарыться. А потом будем прогрызать эту линию обороны, как сейчас прогрызаем Запорожский фронт. Потому движение в сторону Азовского побережья, оно должно закончиться без самолетов где-то в районе Джанкоя, Симферополя, а с самолетами в Керчи. И потом я поспорил с интервьюерами, которые говорят, что интурист это лучше. Это интурист от той. Поляна Сказок и Ялте лучший в Танатории. Ну я надеюсь, что мы в ближайшее время действительно сможем провести краш-тест в хорошем смысле различных отелей. Лично я бы, конечно, вернулась куда-нибудь в сторону Мисхора. Ну и пока мы ждем, ожидаем авиации или ждем и ожидаем хороших новостей. Напомню, что нам их анонсировали буквально на июльский саммит НАТО. Он должен стартовать на следующей неделе. И все говорят, там будут такие новости, такие новости. Не вступление Украины в НАТО. Но, по крайней мере, мы сразу себе подразумеваем, конечно, усиление в вопросе техники, которую нам предоставят. Ну и время леопардов еще наступит. Резников анонсировал хорошие новости. Леопард гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и хорошую еду. Десятки леопардов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время еще придет, сказал министр обороны. Я в этом смысле, Роман, вспомнила сегодня Министерство обороны Российской Федерации. Выпустила очередной такой анекдот. Они сказали, что за последнее время уничтожены все польские и португальские леопарды. И я так себе подумала, что, ну, в принципе, линейка во всех странах должна быть, по идее, одинаковой. Я уже не знаю, насколько они по вкусу или по запаху определили, что это именно португальские или польские были. Но благо у нас есть еще и все остальные. Потому что многие страны сбросились на них. Тут и Испания, и Германия, и не только. В общем, можно долго перечислять. Снова возвращаюсь я к интервью Валерия Залужного, где он сказал, что танки не для парадов. Танки должны быть на фронте, они должны работать и должны выполнять все свои задачи. Сейчас мы можем подвести какой-то промежуточный итог, а что нам дают леопарды. Я, насколько понимаю, их еще не очень много на фронтах, если не ориентироваться на сводки Министерства обороны Российской Федерации. Но тем не менее, как себя показали эти машины? Дело в том, что для того, чтобы машины себя показали, должна быть... Помните, мы с вами говорили о триаде, которая сверху прикрывается авиацией. Нет авиации. Триада — это танк, это БМП, это вертолет. Вертолет огневой поддержки. О них даже еще не слышно. Смотрите, говорим об авиации, но авиация — это не только F-16, это еще боевой вертолет в триаде. А самолет это все прикрывает сверху. Самолет же не идет вместе с танком и БМП. Это вертолет может висеть, у него скорость до 250 км в час, а на 250 самолет сваливается в штопор. Ну, некоторые на чуть меньшей скорости, но это надо выпускать все закрылки, все, что может держаться. А так, 250 для самолета — это штопор. А самолет, боевая скорость номинальная 600-900, он не сможет висеть над танком. Они выполняют задачу прорыва, выполняют задачу перемешивания с землей укрепрайонов, прикрывают вертолеты сверху, отгоняя истребители, вертолеты противника. А вот выполнять боевую задачу может танк, БМП и вертолет. Нет ни вертолетов, нет ни самолетов, потому пока леопард реально из тех дел, которые он может делать, он может еще доедать те яйца по 17 гривен где-то в тылу. Это реально. Почему? Потому что оптимальный вариант наступать сейчас малыми тактическими бронегруппами. А леопарды из тыла могут прикрывать, прикрывая огнем наступающие группы. То есть вот пока у нас леопард в качестве такой кошки, которая пока еще где-то там по углам ныкается. Потому мы его не раскрыли полностью, все, что может дать леопард, мы еще не раскрыли. Как только они вылезли вперед без самолетов, без вертолетов, их пощелкали как семочки. Ну из реалии, надо же реальные вещи говорить, мы же обозреватели военные. Как и мы и говорили до этого, мы с вами же этот вопрос когда-то полгода назад еще говорили, я на рейфе в роли. Что с толку ваших леопардов, если их россияне без авиации пощелкают с воздуха вертушками? Их тогда можно было утопить где-нибудь в Тихом океане и вообще сюда не везти. Ну хотя это мы тогда за бромцы говорили. Ну смысл леопард примерно такой же. Потому танк отличный, танк хороший, просто мы его еще полностью не использовали, его весь резерв, который он может себя показать. Только после того, как появятся самолеты. И еще и скажу, вертолеты однозначно нужны, вертолеты огневой поддержки. Ну а леопард сейчас занимается как раз прикрытием наступающих частей. А здесь в тылу, ну в тылу имеется ввиду, в тылу наступающих, он себя очень хорошо показывает. Первое, очень хорошо держит удары, даже на минных полях подрыв. Ну трак потерял, потерял пару, допустим, волков заменили, быстро восстанавливается. То есть в этом смысле хорошая машина. И поддерживает пехоту, мото-пехоту нашу очень, довольно-таки, успешно. Но пока мы его вот так можем использовать. В другом варианте я уже про авиацию сказал. Да не только я уже, наверное, кто только про самолеты не говорил. Тут все равно, Роман, нужно некое такое пояснение. Сделаем буквально пару шагов назад в теорию. Вы вспоминаете действительно об этой триаде, мы ее тоже всегда подчеркивали. Но потом пришли американцы. Мы их не можем заподозрить в том, что они недружественны к Украине. Они сказали, ну смотрите, авиации не будет, потому что есть ряд достаточно обоснованных причин. Мы с ними можем бесконечно спорить и не соглашаться. Но, тем не менее, факт был факт. Мы не могли потянуть по разным причинам эту авиацию. Они нам сказали, вот будет несколько иной подход к тому, как вооруженные силы Украины пойдут в наступление. Притом, если вспомнить доктрину НАТО, это тоже слова я цитирую фактически Валерия Залужина, он говорит, там как бы без авиации не рыпаются. И доктрина российской армии, она точно такая же. Доминация, преимущество должно быть в небе авиации. То есть ты не можешь идти неприкрытым. А как вы считаете, понимают ли сейчас в таком случае НАТОвские генералы, американские генералы, что, ну значит, надо было все делать по-другому. Значит, нужно было какими-то особыми темпами учить летчиков продумывать какие-то аэродромы на территории Польши, потому что они, нарушая собственные правила, отправили украинских военных. Хотя американские, немецкие, французские никогда бы на это не пошли. То есть есть доктрина, у тебя есть доминация в небе. Нам сказали, ну ничего, система противовоздушной обороны справится. Не справилась. А это вот когда непрофессионалы пытаются как-то порулить тем, чем они абсолютно не разбираются. Так вот, американские военные, европейские военные, они все прекрасно понимали, чем закончится такое движение, передача техники без прикрытия с воздуха. Они уж точно это понимали. Там же вся проблема в том, что рулят, а политики, а не военные. Если бы Мили принимал решение, у нас бы здесь уже и подводная лодка в Китайской Украине была бы с трайдентами. То есть тут другой вопрос. Проблема в политиках. Вот сейчас политикам показали, может быть, на пальцах показали. Ну вот это вот проблема, когда политик становится верховным главнокомандующим. Представьте, человек, который никогда в жизни даже в армии не служил, становится верховным главнокомандующим. Это примерно, если бы мы с вами сейчас завтра вышли бы на работу хирургами по пересадке сердца или печени. Представляете, что бы мы там напересаживали? Вы мне, я вам. То есть вот где проблема. Показали, я так понимаю, показали политикам, что горят они как свечки. Если по ним начинает работать авиация, без прикрытия авиации, и леопарды, кто угодно будет гореть. А просто хорошо, что сами по себе очень хорошие машины, и они принимают удар, даже погибая. Эти машины, и Брэдли, и леопарды, даже погибая сами, они спасают экипаж. Вот здесь они работают, конечно, но они погибают. Россияне нашли. Это было понятно, тут нечего было искать. У них есть ракеты, воздух, земля, вихрь один. ИСК-52, это так называемые убийцы танков с дальности. От 5 до 10 километров они могут работать по линии фронта. Это, опять же, было понятно, отогнать их могут только самолеты. Зенитно-ракетные комплексы их не видят, они на предельно малой высоте. А ПЗРК их не достают по дальности, дальность 5 километров. Они работают от 5 до 10. Потому этот момент надо, может быть, было показать, или я не знаю. Ну вот рассказать не получается, на пальцах не получается. Ну хорошо, видео показали, даже россияне наснимали и показали уже Байдену это видео. Начали не чухать свою там часть головного мозга, что действительно надо, наверное, дать и самолеты в том числе. Ну посмотрим, как это будет развиваться событие по передаче. Быстро не передадут, потому будем мы как двигались, так и двигаемся. Это тоже тактика движения, то есть то, которое мы сейчас, мы к ней вернулись. Это наша тактика так называемой активной обороны, но только с контратаками. И вот в таком режиме тактики активной обороны с контратаками мы продвигаемся, истончаем противника, а дальше уже пойдем на прорыв. Вот в прорывах, кстати, могут себя леопарды показать вместе с Брэдли и Мардерами, которые есть. На прорыве, при прорыве там чуть проще эти вопросы решаются. Вперед можно отправлять легкие броневики с турсами, вернее, не с турсами, а с тенгерами и с иглами, то есть с ПЗРК. Вот они могут как-то отогнать, по крайней мере, от колонны или от определенного маршрута, отогнать российские вертолеты, ну и подтягивать армейские зенитно-ракетные комплексы, которые тоже должны быть в достаточном количестве. И у нас они есть. Вопрос просто в достаточности этих ЗРК, которые могут двигаться, мобильные комплексы. Да, точно так же и Валерий Залужный сказал, что с Марком Миле 24 на 7 на прямой связи, и, к сожалению, не военные принимают решения. Вы правы, да, это исключительно политики, которые там про пацифизм, про гуманизм, забывая о том, какого уровня и масштаба идет война в нашей стране. Ну, не знаю, но тогда будем надеяться, что какие-то ближайшие события действительно повлияют на смену настроений и мнений тех самых политиков. Роман, спасибо большое за то, что появились в нашем эфире. Спасибо, как всегда, за интересный разговор. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok